Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в паруса в тумане. Серия восьмая, сезон пятый. Аделаиде предстоит сделать последний шаг к победе, но какова может быть цена? О, я думаю, это очень дорого. Не в плане алмазов, а, возможно, жизни кого-то из близких? Глава восьмая. Последний шаг. Какого черта тут происходит? Воздух стал сгущаться, и ощущение неминуемой беды сгустилось над каждой живой душой. Туман преобразился и двигался, словно живой. Вам не пройти! Мы больше не вернемся в рундук. Никогда! Крепнущий от бесчисленных смертей туман и могучая воля Диего подарили зловещим духам прошлого вторую жизнь. Ох, как сладостно вновь ощутить этот дух бойни! Моя жажда ненасытна. Но вы... да-да, вы... Утолите ее! О-хо-хо-хо! А я было думал, я тут единственный обжора. Но будь добра, оставь и мне парочку для развлечений. Вы оба совершенно не правы. Они все виновны и должны быть наказаны. Каждый будет наказан. Три исполинские фигуры выросли из тумана, перегородив с собой гавань. Вот видишь, я подобрал прекрасных слуг для такой работы. Они ловко сумели сыграть на амбициях и чувствах Диего, и он напитал их такой силой, что теперь они способны топить целые флотилии. Мои друзья справятся. Я верю в них. И очень зря. Вера не помогает. Сколько бы ты не верила в человека, летящая в сердце пуля все равно отправит его на тот свет. Ты не знаешь их. Они лучшие из лучших. Ты лишишься всего. Да, ибо такова моя воля. Я вернулся и больше никогда не уйду. Дух указал на корабль и сверкнула молния. Полундра, горим! Это подрежет вам крылья, грешники. Полундра, пожар на мачтах! А ну шевелите своими культяпками, которые вы называете ногами. Цепь, ведра наванты, живо в трюм, доставайте же запасную парусину. Паруса потушили, но парусины не хватило на все. Придется трудней, но будем стараться. Кажется, твой план не сработал. Дай-ка я попробую. И вода стала обращаться в кровь, которая словно кислота разъедала все, к чему прикасалась. Хе-хе-хе, дайте-ка и я с вами. К тому же есть тут одна ускользнувшая от меня пташка. Дух надул щеки и стал испускать зловещий зеленый дым, обращающий в камень все, что могло дышать. Хе-хе-хе-хе-хе, думаю, против этого они уж точно не выстоят. Так что наслаждайся смертью всех, кто тебе дорог. Нам надо скорее прорваться к берегу. Чую, что там их полномочия заканчиваются. Не сбежите. Не уйдете. Не спасетесь. А я уже и забыла про мою зверюшку. Монстрик ощутил магию. Много магии. Чьей магией полакомиться? Для начала работорговца. Вжух. В один прыжок Агок оказался на бушприте и стал жадно втягивать в себя отравляющий газ, словно это была сахарная вата. Отлично. Одной проблемой меньше. Пора и мне косточки размять. Ох, не думал, что вновь возьмусь за колдовство. Но что делать? Очень неприятно ощущать, что сила кольца, которую я так долго изучал, используется столь бездарно. Так что пришло время восстановить равновесие. Какого духа ослабить? Королеву. Бессмертие может свести с ума, уж я-то знаю. А если ты обременен властью, эх, я сам таким был. Так что я не злюсь и прощаю тебя, но силу тебе придется вернуть. Старик делал пасы руками, читая древнее заклинание на вымершем языке. Что? Нет! Это моя власть! Это моя сила! Но магия вытекала из нее, унося с собой кровавые разводы на воде. Всей команде смотреть в оба! Дым слева по борту! Уйти вправо! Хорошо! Кровь справа по борту! Уйти влево! Хорошо! Дым справа по борту! Уйти влево! Хорошо! Безымянный работорговец пройден! Молнии справа по борту! Уйти влево! Хорошо! Кровь справа по борту! Хорошо! Кровавая королева пройдена! Молнии справа по борту! Уйти влево! Молнии слева по борту! Молнии слева по борту! Уйти вправо! Черный инквизитор пройден! Галеон вышел из этого тумана без единого повреждения и на всех парусах устремился к берегу! Действия позитивно сказались! Да! Я знала, что они выберутся! Ты все еще в моем плену! Как и твои близкие! Это ненадолго! Это навсегда! Еще не родившись, ты была в моих лапах! Как и Диего и все, кто играет роли в этом представлении! Не обольщайся! Даже если ты и планировал что-то, это выйдет тебе боком! И я никогда не буду плясать под твою дудку! Что бы ты себе не надумал, я уже вырвалась из твоих оков! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Посмотри на себя! Ты сочишься магией, как свинья салом! Да-да, именно как свинью на убой я тебя и выращивал! Ты считаешь, что стала сильной, но этого-то я и добивался! Магия уже вытесняет из тебя все человеческое! Ты – ходячая бомба, и в своей борьбе ты взорвешься новой звездой! Ты проломишь мир до самых глубин ада, высвободив меня, чтобы я мог освободить своих древних приятелей! А-а-а-а! Слова стояли комом в ее горле, и она едва ли могла что-то из себя выдавить! Одна ошибка твоих предков в прошлом открыла мне лазейку в этот мир! И с тех пор я только и делал, что раскрывал ее шире, а человечество мне активно в этом помогало! Я – злость, я – смерть, я – ненависть! Я – туман! Туман, который погребет ваши души и мысли! Я закрою эту брешь! Я положу конец проклятью! Ты выпустишь меня в этот мир! Отчаяние заставляло сознание Аделаиды таять! Она словно засыпала! Ну, так неинтересно, сопротивляйся! Магия вырывалась из души Аделаиды, меняя ее тело! Как я и говорил! Что за ундина? Мелюзина? Русалка? 105? Серьезно? Нет, 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 нет! Берем за 30! 30! Не ты один мне твердишь, что во мне от духов уже больше, чем от человека! А твоя власть же распространяется только на смертных! А значит, ты не власти надо мной! Это мы сейчас проверим! И Аделаида ощутила чудовищную мощь, которая доселе копилась в морском дьяволе! Убью, убью! Рья! Комок маленькой ярости бросился прямиком на морду дьявола! Ах! Это что за бестия? Шшш! Я выгружу твои глаза! Его маленькие коготки и зубки наносили удивительно глубокие раны чудовищу! Прочь, тварь! Ах! Эмоции очень много значат в мире духов, а лемур на данный момент был просто кипящим концентратом гнева! Как? Как ты сюда добрался? Вплавь по запаху! Получи! А туда разверёк отлетел в сторону, но успел отвлечь внимание твари! Беги! Мы его задержим! Тебя ещё ждут дела в мире смертных! Если я уже во многом дух, то я должна суметь протиснуться обратно в мир! Не уйдёшь! Вырваться! 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 Ты всё равно будешь моей! И Аделаида, как дух, выпорхнула из ловушки тумана, сумев осмотреться и узнать о делах в городе и на море. Команда уже истекала потом от усталости. Пальцы были стёрты в кровь аванты и снасти. Ноги и руки дрожали от перетаскиваемых грузов. Осознание уже путало лево и право. Соберитесь! Немного до берега осталось. Но и это не будет конец. Там на берегу ждут нашей помощи. Им не хватает наших пушек и наших рук. Я не подведу. Всё же это моя родина. Не надо тут геройских речей. Мы все сделаем, что должны. И доберёмся до Диего, засевшего в сердце города. Чего это вы языками чешете? Команда была работать. Вижу чёрные паруса. Приготовить пушки. Сейчас мы им зададим. Так точно. Зарядить все орудия. А тем временем в холодной воде Сирена не теряла любопытства насчёт дел Галеона и всё это время тихонько следовала за кораблём. Кажется, здесь начинается бойня. А значит, очень скоро я наконец полакомлюсь свежей плотью. А эти люди... Они довольно отчаянны. В таком меньшинстве и всё же лезут в драку. Надо же. Хе-хе. Теперь уже они рыба в бочке. Ну ничего, посмотрю, как их растерзают. Так, я не поняла. Ты что, обиделась за то, что мы тебя в бочке держали? Мы же вроде с тобой мирно расстались. Через какое-то время Галеон стал уже отчётливо различим, но что-то в душе кровожадного духа было не на месте. С другой стороны, что если они проиграют? Тогда всё останется как прежде, и вдруг то, что говорила Аделаида, правда? Нет, я не стану рисковать ради смертных. Разве что хотелось бы ещё послушать стихов от пастыря. Эх, была не была. Пущу в ход. Сирена встала на вашу сторону. Ой-ой-ой, а что же лучше, голос и очарование или когти и зубы? Давненько я не пела. И Сирена затянула свою манящую песню. Вы, вы слышите? Слышу что? Сам знаешь, что я глухой на одно ухо. Это, это прекрасно. И юнца потянуло в сторону морской глади. Куда? Не оставлять боевой пост, расстреляю. Но все увещевания были бесполезны. Через туман плохо видно, но как будет вспышка, будем маневрировать. Всем приготовиться! Уклоняйтесь, когда будет вспышка в тумане. Маневр... 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 Это вот это? Уи-и... Плюх-плюх-плюх! Все ядра упали мимо. Отлично! Движемся дальше! Маневр... 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 Уи-и-и... Плюх-плюх-плюх... Все ядра упали мимо. Отлично! Движемся дальше! Все ядра упали мимо. Что еще? Нет? Галеон наконец прорвался к берегу Санта-Доминго и сделал это довольно быстро. Уставшая команда оказалась на берегу. Наконец-то! Но это только начало боя! Вперед! А тем временем, прежде чем попасть в реальный мир, Аделейда успела окинуть взглядом улицы родного города. Улицы все еще кишели ожившими мертвецами. Держать оборону! Солдаты Диего старались контролировать ключевые перекрестки. Чёртовы мертвецы! Хотя солдатам и было чем заняться. Так, мы последняя линия обороны. Все на защиту Дома Адмирала! Стойте! А ты еще кто? Вы тут новенькие, а я уже много лет веду тут службы и много чего навидался. И что? Поверьте, это не тот путь, которым вы желаете пойти. Он заведет вас в руки дьявола, как он уже завел Диего. Мы получили деньги и должны отработать контракт. Это наша честь. Вы даже не представляете, с чем предстоит столкнуться. Услышьте меня. Я повидал совершенно невероятных монстров и чудеса, что невозможно описать словами. И я видел глубины ада и сам чуть не оказался в лапах чертей. Я сумел спастись и, как полагается пастырю, я должен спасти и другие души. Так, святой отец, при всем уважении отойдите, а? Если слепой ведет слепого, то оба они упадут в яму. И с этими словами священник, раскинув руки, встал поперек прохода. Я с места не сдвинусь, а коли захотите пройти через меня, то стреляйте. Даже для таких головорезов поднять руку на святого отца было кощунственно, и их продвижение значительно замедлилось. Ах, наконец, вновь в мире живых! Опять переодеваться и опять зал мазы. Ну сколько можно? Тьма даст мне темную магию, возможно, две, а вот это одно, а возможно, нет, возможно, обе всего лишь по одной. А это даст мне светлую магию. Значит. Одеяние волны. Радости зверька не было предела. И я по тебе соскучилась. Ты очень меня выручил. Спасибо. Мур-мур-мур. Но я оказалась чёрти где, хотя, наверное, это и к лучшему. Боюсь, я смущу горожан своим нынешним видом. Девушка сосредоточилась и скинула с себя облик мира духов. Так будет приличней. Аделахида, куда же ты запропастилась? Проявить собранность. Не время для эмоций. Надо было кое с кем разобраться по дороге. Но в целом, моя жизнь не так важна, как наше дело. И при исполненной решимости она обернулась к народу. Люди. Да, просто люди. Я не стану называть вас подчинёнными или солдатами. Первонаперво надо помнить о том едином праве, что есть у нас с рождения. Оправи на свободу. И сегодня мы заберём нашу свободу обратно. Вырвем её из рук тирана. И никто и никогда больше не наденет на нас ярмо. Сегодня мы сражаемся не за себя, а за то, что важнее жизни. За то, что ляжет в основу нашего будущего. Мы сражаемся за свободу. Разгорячённая толпа взрывела в едином боевом порыве. Подкрепление уже близко. Скоро мои товарищи, с которыми я прошла не одно сражение, присоединятся к нам. Во всём равняйтесь на них, и тогда у вас будет больше шансов остаться в живых. Также хочу сказать, что несмотря на всю пылающую внутри вас ненависть, её придётся сдержать. По возможности берите врага живьём. Из толпы донёсся недоумённый ропот. Нет, это не из-за милости к ним. Этот туман крепнет от смерти и раздора, и каждый убитый враг сделает его только сильней. Этот враг вернётся в виде мстительного мертвеца. А потому и вам самим не стоит лезть под пули. Но это наш город, и мы знаем его лучше их. Так что хитростью и смекалкой мы одержим победу. И кстати о том, что это наш город. Пора его сделать по-настоящему нашим. И применив самую малую талику колдовства, Аделаида изменила рисунок флага. Флаг республики, флаг ацтеков, пиратский флаг, флаг независимой республики, флаг империи ацтеков, флаг пиратского острова, флаг колонии, ну, флаг независимой республики. Ох, не жалею я сегодня алмазов. Теперь мы будем самостоятельной республикой. Больше никаких назначаемых губернаторов и протекторов. Теперь мы сами будем решать, как нам жить и как управляться со своим островом. Новое самоопределение невероятного одушевило общество. А я стану вашим знаменосцем. Это очень ответственная должность. Сдежишь ли эту ношу? Пора уже взрослеть. Хорошо, только не лезь на рожон. Это странно. А? Помимо того, что всю мастерскую затянула паутиной, я нашел кое-что. Форма? Целые горы свежепошитой формы солдат. Ананси сдержал свое обещание и помог сопротивлению. Хе-хе, не обманул паучок. Что? Не обращай внимания. Раздай эту форму как можно большему числу добровольцев. Они обратили маскарад против нас. Теперь же мы сыграем с ними в эту игру. Переодевание заняло некоторое время и... Сэр, есть сэр. Ну, как я смотрюсь? Лицо сделай более пресным и не отличишь. Разрешите обратиться? Внезапно появившиеся солдаты немедленно обратили на себя внимание и толпа была готова сорваться с места, чтобы их растерзать, но... Погодите, мы с миром. Я им не верю. Они точно шпионы и им стоит снести головы. Постой, что я говорила про убийство? Пусть скажут. Мы из караула дома губернатора. Госпожа поговорила с нами и уговорила сдаться на вашу милость. Барышня переманила часть солдат на вашу сторону. Значит, все же она сдержала обещание. Хорошо. Но мы не можем вам доверять в полной мере. Мы не хотим оказаться в мясорубке народного гнева, но и хотели бы избежать ненужных смертей служивых. Мы участвовали в создании обороны дома от мертвецов и можем кое-что подсказать. Ладно, посмотрим, какой с вас будет прок. И тут какой-то шум отвлек Аделаиду. Как же меня допекли эти мертвецы. С каждым боем их все больше и больше. Уставшие и замотанные, но со стервенелыми взглядами, полными упорства, флюбустьеры и пираты добрались до точки сбора. Аделаиду с разбегу повесла на шее Себастьяна. Ты цел, ты цел! Под ее небольшим весом измотанный боями флюбустьер чуть не согнулся, но все же выстоял. Я не отойду на тот свет, зная, что еще не сделал всего для тебя. Тогда тебе придется прожить еще очень долго. Но тут сознание Аделаиды коснулось что-то с той стороны. Не так быстро. Ты сбежала даже не попрощавшись. И тем более не дослушав, что я хотел тебе рассказать. Больше ты не утащишь меня за собой. И мы в этом убедимся. и не собирался. Я уже получил все, что хотел от тебя. Осталось лишь кое-что показать. Я ведь уже говорил, что моя воля простирается сильно дальше, чем можно подумать. Смотри. И зрение Аделаида устремилось вдаль. Проверьте, не осталось ли еще ружей и пистолей. Каждый должен быть вооружен чем-то посолидней кухонного ножа. Надо кого-то послать и проверить, сохранились ли наши тайники с бомбами. А в то же самое время на вон той крыше сидит стрелок. Простой наемник, верный контракту и потерявший несколько своих друзей в этом вашем восстании. И поверь, его рука не дрогнет, я позабочусь об этом. Очень скоро кремень ударит о пороховую полку. И ваш мятеж будет обезглавлен. Нет. Не честно вот так заканчивать серию. Я хотела убедиться, что с моими родителями, точнее, с родителями Аделейды все в порядке. Ну что ж, ребят, будем ждать обновления. Большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.